Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! Продолжаем изучать творчество выдающегося мангаки-анимаки Кацухира Атома. Относительно недавно мы с вами разбирали Кацухира Атома и цитировали его. После этого обсуждали аниме «Альманах» 1987 года под названием «Лабиринт сновидений», в котором Кацухира Атома принимал важное участие и в котором состоялся его режиссерский дебют. Сегодня же мы поговорим про «Карнавал роботов» и тоже 1987 года. Это экспериментальный, фантастический и тоже аниме «Альманах» команды азиатских режиссеров-мультипликаторов, состоящий аж из девяти короткометражных эпизодов. «Альманах» как бы обрамлен началом и концом двумя фильмами, созданными режиссером и сценаристом, конечно же, Кацухира Атома. Остальные семь коротких метров, шестеренка Франкенштейна, лишение, присутствие, облако и так далее, разные и почти что ничем не связанные друг с другом мультфильмы. Единственная их общая черта – это тема «Альманаха» – взаимодействия роботов и людей. Но вот как тут не вспомнить нетфликсовский «Альманах», «Любовь», «Смерть» и «Роботы», правда? Конечно, всему начало было положено еще в 87-м году. Карнавал роботов собран по тем же лекалам, что и предыдущий аниме «Альманах» с участием Кацухира Атома, уже упомянутый мною «Лабиринт сновидений». Вот как все просто. Берутся самые разные аниматоры и режиссеры, в том числе никогда еще не рисовавшие мультфильмы, и кидаются в топку производственного и творческого ада рая. Твори что хочешь, делай как знаешь, только бы пророботов получилось. Музыку ко всему этому безобразию написал признанный гений, товарищ Хаяо Миядзаки и Такеши Китана, его величество Дзё Хисаиси. Скажу, что по сравнению с «Лабиринтом сновидений», карнавал роботов меня, эх, совершенно не удовлетворил. Конечно же, два коротких мультфильма от руки Кацухира Атома, как обычно, порадовали глаз. Но остальные... Я понимаю, почему многие критики, зрители и уж тем более поклонники аниме продолжают говорить о культовости этого альманаха, его значимости для истории развития аниме и так далее. Но вот только никакого искреннего интереса эти фильмы у меня не вызвали. Ничего из ряда вон я не увидел. Так что полностью соглашусь с вердиктом ресурса dailymars.net. Карнавал роботов не дотягивает до поэзии и изящества лабиринта сновидений и воспоминаний о будущем. Но ему все же удается предложить зрителю качественную художественную альтернативу. От этого аниме-альманаха веет настоящим ветром свободы и творчества. Да, веет. Безусловно, веет. Однако кроме этого ветра я особо ничего и не разглядел. Вступительный и заключительный фильмы Кацухира Атома выдержаны в присущем для мастера сатирическом ключе. Эти фильмы – антиутопия о мире будущего, буквально разгромленном цирковыми роботами, некогда созданными человеком для развлечения. В какой-то момент автоматы выходят из-под контроля и начинают крушить все на своем пути. Разумеется, это атомовский укол общества потребления и приговор всеохватывающей индустрии развлечений. Смотрится, ну, в духе атома, легко, весело и страшно. Что же касается остальных мультфильмов, тут странное дело. Вот вспоминая о них, разбирая их теоретически, вроде бы понимаешь, насколько они интересны и неординарны. Взять хотя бы самый экспериментальный фильм Альманаха «Облако» о мальчике-роботе, о человечестве, об истории и эволюции. Или сюрреалистично-босховский кошмар «Chicken Man and Redneck» о безумном сне водителя мопеда и роботах-уродцах. И я понимаю, что это диво-дивное, что это аниме самого высокого пошива. Однако ж кривить душой перед вами не буду. Смотрел со скукой. Одним словом, решайте сами. Смотреть такое аль нет? «Карнавал роботов». Теперь послушаем Джастина Севакиса. Единственным ограничением для режиссеров-мультипликаторов «Карнавала роботов» было условие посвятить свой фильм теме роботов. Ну, в который раз нам это намекает на то, что «Карнавал» на 100% авторская работа. Вернее, коллективная авторская работа. Дальше Севакис. Многие из индустрии японского аниме называют 80-е годы его «золотым веком». И этот фильм «Карнавал роботов», напоминаю, 87-го, яркое доказательство правоты подобных слов. Вот вам фильм, который в большей или меньшей степени является чистым искусством, с огромным бюджетом и полной творческой свободой для группы из 20 человек. И все это благодаря излишком японской экономике 80-х годов, которая страна могла себе позволить в те дни и, вероятно, никогда больше не сможет. Неудивительно, что 88-й год стал годом Акиры Кацухиро Атома. О ней-то, об этом выдающемся аниме, культовом мультфильме, поговорим в нескольких следующих подкастах. Дальше. Чтобы понять, насколько «Карнавал роботов» высокобюджетный фильм, нужно только приглядеться к многочисленным его деталям и плавности анимации, достигаемым благодаря нещадному труду и затратам времени. Такой уровень не может себе позволить даже студия Гибли. По сегодняшним меркам удивительно, что при создании «Карнавала роботов» не применялись компьютеры. Рука человека, корпевшая над аниме-альмонахом, придает ему некоторое тепло и делает душе в ней, что мы часто не наблюдаем даже в лучшем современном аниме. Очень верно сказано. 2D-анимация рулит. Дальше опять Сивакис. Настоящие жемчужины «Карнавала роботов» — это начало и конец аниме-альмонаха, созданные режиссером Кацухира Атома с помощью аниматора Ацука Фукусимы. Два этих коротких метра — вероятно, одна из лучших атомовских сатиричных насмешек в его творчестве. Не устану повторять, Кацухира Атома, конечно же, большой сатирик. Сатира, ирония, какое-то потрунивание над многим, что кажется нам важным и значительным, отличительная черта всего, абсолютно всего, в том числе и Акиры, атомовского творчества. И опять Сивакис. Облако Манабу О'Хаси в аниме-альмонахе «Карнавал роботов» — это единственное настоящее произведение современного искусства среди всех остальных мультфильмов альмонаха. Да, рекомендую к просмотру. Хотя мультфильм этот меня не впечатлил, но его артхаусная экспериментальная природа явно ощутима. Дальше — underhound.com. «Карнавал роботов» очень часто сравнивают с диснеевским мультфильмом «Фантазия». Хм, где-то мы это уже слышали. Да-да, именно это. Говорили про лабиринт лабиринтов, или же просто лабиринт сновидений Рин Таро. Первую часть, а вернее обрамляющий мультфильм в одноименном аниме-альмонахе 87-го года «Лабиринт сновидений», в котором, как я уже сказал, и сегодня, и в прошлых подкастах принимал участие Кацухира Атома. Про мультфильм Рин Таро говорили точно так же. Напоминает диснеевскую фантазию. Если вы не помните, или не знаете, или отказываетесь знать, или еще почему-то, неважно. В общем, диснеевская фантазия считается наиболее экспериментальным мультфильмом студии за всю историю ее существования. Даже экспериментальнее «Алисы в стране чудес», если не ошибаюсь, мультфильма 50-х годов. И вот еще «Ондерхон.ком». «Карнавал роботов» — это фильм, выявляющий границы аниме. Короче, на 100% экспериментальная работа. Любому поклоннику аниме смотреть обязательно. Ну а про поклонников Кацухира Атома, к которым я отношу и себя, я и вообще молчу. А вот что сказал один из самых обычных пользователей интернет-сети, и я раскопал. «Карнавал роботов» — это аниме золотой эпохи. Если увлекаетесь даже исключительно современным аниме, что ж, посмотрите «Карнавал роботов», узнаете, откуда у вашего хобби растут ноги. Дальше DailyMars.net — единственная константа на фоне разных стилей и разных сюжетов аниме-альмонаха «Карнавал роботов», а мультфильмы там очень различны, что формально, что содержательно. Так вот, это саундтрек, созданный стариком Дзёхи Саиси, любимым композитором Хаяо Миядзаки и Такеши Китана. Ну и последняя цитата — психодривейн.ком. Какое название? «Хрупкий мир. Воспоминания о будущем». И о хрупком мире, и о воспоминаниях я ещё обязательно запишу подкасты. И «Нео-Токио». Это три аниме-альмонаха, над которыми вместе с другими режиссёрами-мультипликаторами трудился Кацухира Атома. Так вот, «Хрупкий мир. Воспоминания о будущем» и «Нео-Токио» показали, на что способно аниме, когда типичные коммерческие ограничения сняты и не являются проблемой. Даже само качество рассказываемых историй в этих альмонахах варьируется. Оно разное. И сама анимация стоила потраченного на неё времени. И вот «Карнавал роботов», уверяет психодревайн.ком, принадлежит к этой же категории годного аниме. О другом аниме я вам и рассказывать не собираюсь. Только о годном. Что ж, впереди нас ожидают как минимум два, а может даже и три подкаста об Акире. Я собрал так много информации. Хочу рассказать вам столько всего об этой культовой мультипликационной работе. Я этот мультфильм просто обожаю, что, возможно, даже двумя подкастами ограничиться не смогу. А может быть, просто запишу один из подкастов об Акире на какие-нибудь полтора или даже два часа. Чем, чёрт не шутит, нужно попадать в Книгу рекордов Гиннесса. Ну и ожидайте следующих подкастов. Собираюсь записать про Аннет Лиоса Каракса, который как раз стартует в украинском прокате. И собираюсь рассказать вам про небесный замок Лапута Хаяо Миядзаки, одно из моих самых-самых любимых аниме. Благо, тоже в качестве ретроспективы стартует в украинском прокате. Так что, киноведы, это столько всего! Подписывайся, не будь отщепенцем. Вернее, становись не таким, как все. Нас уже много, больше десяти. Спасибо, что слушаешь. Конкретно ты. И ты, эй, да-да, я к тебе обращаюсь. Возвращайся. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.